Чёрный туман Столкновение четвёртое. Поход на аномалию. Ровно через пять лет я опять приехал на перекрёсток. За всё это время туман никак себя не проявлял, хотя событий произошло много. Ну а в этот раз мы отправились на поиски аж целых двух ранее неизвестных мне немецких опорников, которые назывались Райтер Альб-2 и Риттер Таль. Погода в тот день выдалась пасмурной, но без дождя. Где-то к обеду мы собрались и пошли. Я тогда ещё точно не знал, где находятся эти опорники, но по всем предположениям путь нам предстоял неблизкий. Выдвинулись мы в пятером. Санёк, Лёха, Сергей Васильевич, я и наш фотокорреспондент Баба Ира. Алёнка же благоразумно осталась в лагере. До первого Райтера мы дошли без приключений и как-то очень легко поднялись в этот бесконечный подъём. Затем мы обошли Чёрное озеро и спустились в долину. И вот тут-то всё и началось. Сначала по очереди начали отключаться камеры, а потом появился туман. Он возник, как всегда, из ниоткуда и моментально. Причём в этот раз он нас не атаковал и не надвигался. Он просто стоял стеной где-то в километре от нас. И как раз в том самом направлении, куда мы собирались. Это было похоже на вызов. Дескать, ну что, дальше пойдёте? Или повернёте обратно? Недолго посовещавшись, эх, была не была, мы приняли этот вызов и пошли ему навстречу. Через некоторое время мы оказались в тумане. В этот раз всё было иначе. Несмотря на то, что мы моментально оказались в каком-то нереальном волшебном мире, мы абсолютно не чувствовали никакой угрозы. Или, наоборот, появился какой-то азарт и открылось второе дыхание. Хотелось идти дальше, дальше и дальше. Я до сих пор не знаю, присущи ли туману человеческие черты характера, но он явно был в добром расположении духа. А может быть, это была она? Или это был какой-то другой туман с другим характером? Кто же этих существ разберёт и как у них там всё устроено? А мы шли с восхищением наблюдая, как вокруг нас меняется реальность. Все окружающие нас предметы и объекты как будто материализовывались из тумана, словно он сам создавал их. Множество раз мы отчаянно пытались заблудиться, и у нас это не получалось. Навигаторы работать отказывались. Компас играл в Карлсона. Камеры по-прежнему то работали, то не работали. И не видно было абсолютно ничего. Вернее, даже не так. Видно было ровно столько, сколько показывал нам туман. А показывал он странные вещи. То мостик, то указатель, сложенный из камней, то хорошо натоптанную тропинку, которая возникала как будто из ниоткуда и исчезала в никуда. Причём тропинка была нечеловеческой, и её протоптали олени. И складывалось такое ощущение, словно протоптали они её минут пять тому назад, буквально перед нами, так как следы и помёт были свежими. И казалось, что пройдём мы ещё чуть-чуть, мы обязательно их увидим. Но, как я и говорил уже ранее, эта тропинка то появлялась, то пропадала. Зато каменные пирамидки и указатели появлялись всё чаще и чаще. Кто их складывал? Немцы? Или кто-то до них? Мы так и не решили. Но было ясно одно. Тот, кто их сложил, с туманом был знаком не понаслышке. И эти указатели должны были куда-то нас привезти. И мы шли. Всё дальше и дальше, забираясь в туман. И вот так вот, безуспешно пытаясь заблудиться, мы дошли до второго райтера. Вернее, сам опорник мы и так и не нашли. Туман не захотел нам его показывать, зато мы нашли остатки разбившегося немецкого самолёта и пару каких-то древних развалин, вернее, фундаментов, вокруг которых валялись немецкие бутылки из-под коньяка, рома и вина. Неизвестно, как тут оказавшиеся. Ну, разве что, если какой-то посыльный бегал с этими бутылками, потому что никаких дорог и других коммуникаций до этого опорника не было. Да и само предназначение опорника, вернее, тех окраин, что мы нашли, было для нас непонятно и остаётся до сих пор. Единственная мысль, которая пришла нам в голову, это наблюдательный пункт. Но вот зачем тут наблюдали немцы и что исследовали? Ну, не туман же в самом деле. И что тут делают обломки немецкого самолёта? Кто его сбил? Мы на тот момент так и не выяснили. Да и не об этом сказка. В общем, походили мы вокруг да около этих развалин и решили, что пора возвращаться обратно. Потому что было очевидно, что туман дальше пускать нас не хочет. И если раньше он нам хотя бы что-то показывал, то теперь сгустился и превратился в чёрно-серую сплошную пелену. Мы, конечно же, пытались продвинуться вперёд, но всё было безуспешно. А когда мы подошли к бездне, то поняли, что пора возвращаться обратно. Но мы всё-таки решили, что обязательно сюда вернёмся в какой-нибудь ясный солнечный день. Обратно мы дошли практически без приключений, но только до Рыбного. Там мы решили устроить небольшой привал и перекусить. Пока закипал чайник, я достал спиннинг и забросил блесну. И тут же поймал хорошего такого кумжака. Ну вот прям, как говорится, с лёту. Ну и, естественно, вошёл в азарт. Смотрю, тут и Лёха подтянулся и тоже начал ловить. Остальные же наш энтузиазм не поддержали. Начали конючить, мол, вы там скоро и так далее, а нам-то не до них. У нас рыба клюёт? Ну, а потом Санюка говорит, мы потихоньку пойдём, а вы нас догоняйте. Я сказал, ага, лишь бы отстали, потому что, ну, правда, не до них. Да и чё там, Баба Ира вон ноги стёрла себе по самой ягодице. Еле идёт. Василич тоже чуть живой. В общем, догоним. Да и с Саньком мы сюда ходили не один десяток раз. Ну что, он потеряется, что ли? Я ему и говорю, ты, говорю, главное, стропы не сворачивай. Иди себе потихоньку, а мы догоним. Сейчас мы вот на то место сбегаем, потом на следующее и за вами. И они поковыляли. Медленно так, печально, сохами и вздохами. Ну а что вы хотите? Мы на тот момент уже как минимум двадцаточку-то прошли. И это не по ровному асфальту, а хоть и по маленьким, не более 400 метров, но всё-таки горам. В общем, поковыляли наши инвалиды, а мы буквально бегом бросились рыбачить. И ловили-то, по сути, недолго. Ну, наверное, максимум полчаса. И по всем нашим прикидкам, команда инвалидов за это время успела только забраться наверх. В общем, смотали мы с Лёхой удочки и ломанулись, как два безумных оленя, в гору. Поднялись мы наверх, на самую высокую точку. Они в обход, как пошли они, чтобы видеть, где они там ковыляют. А их нет. А я Лёхе тогда и говорю, ну, симулянты, инвалиды, а он какой темп хороший взяли. Ну ничего, мы их сейчас догоним. И мы буквально бросились их догонять, чуть ли не бегом. И так мы догоняли их до самого лагеря. А там нас встретила сонная Алена. Ну, я, конечно, на всякий случай её спросил, они приходили ли ребята. Ну так, заранее знаю уже, что, конечно, они никуда не приходили. И, конечно же, получил встречный вопрос. А они разве не с вами? Как видишь, нет, ответил я. И чё-то приуныл. Приуныл и Лёха. Вот куда сейчас идти? Где их искать? Да и силы-то кончились. А Алена Премудрая посмотрела на нас инвегатор. Даже карты есть. Но всё это абсолютно бесполезно. Человек не может понять, где он находится. И описать то, что вокруг него, он тоже не может, потому что всё одинаковое. И где их прикажете искать? В общем, я сказал Саньку, что либо они сидят и ждут нас и разводят большой дымный костёр из можжевельника, либо находят самую высокую сопку, забираются на неё и рассказывают мне потом, что видят вокруг себя. Санёк что-то буркнул мне в ответ и повесил трубку. Где-то через полчаса он позвонил и спрашивает, а второе Андреевское, оно же на росомаху похоже, да? Ну да, ответил я. Ты его видишь? Вижу, говорит Санёк, только оно далеко. А туман вокруг тебя есть? Спросил я, потому что над лагерем вовсю светило солнце. Ну, сначала был, пока мы шли, а сейчас нет, пропал куда-то. Я, говорит, как по-твоему озеро ты увидел? Следующий раз Санёк позвонил где-то часа через полтора. Мы с Лёхой хоть и находились в состоянии боевой готовности, но, скажу честно, задремали. Шутка ли? Почти сутки на ногах. Санёк сказал, что они наконец дошли до второго Андреевского и вышли на тропу. А ещё через час они наконец-то буквально приползли ползли в лагерь. Столкновение пятое Бегство Следующую свою вылазку на аномалию мы совершили где-то дня через два. Погода в этот день стояла ну просто великолепная. Светило солнышко, а на небе не было ни облака. Да и по прогнозу в эти дни ничего такого экстренного не ожидалось. В этот раз мы пошли вчетвером. Санёк, Сергей Васильевич, Лёха, ну и, конечно же, я. Баба Ира осталась в лагере. Она наращивала себе новые ноги. Мы прошли второе Андреевское, взобрались на этот безумный перевал, прошли мимо Райтера, спустились к Черному озеру, в общем, шли легко, без приключений. Но как только мы подошли к границе с аномалией, это началось. Это выглядело так, будто включился какой-то невидимый механизм. Сначала закричала росомаха, потом в небе появился сапсан и атаковал какую-то птицу. Не то утку, не то кулика. Сергей Васильевич вдруг резко сорвался с места и понесся, куда глаза глядят. «Эй, стой!» крикнул я. Но безуспешно, он куда-то бежал. Остановил его Санек, потому что он буквально натолкнулся на него, не обращая внимания. «Василищ, ты далеко собрался?» «Да, ну это, туда». Глаза у него при этом были безумные. «Туда это куда?» спросил я. «Ну туда, на птицу посмотреть». «На какую птицу, Васильич?» «Ну, ту, которую Сапсан убил». «Или не убил?» «Ты лучше вперед посмотри». А впереди творилось что-то умопомрачительное и ужасное. На нас отовсюду, буквально со всех сторон, ползли черные щупальца. И это был туман. И туман этот был очень злым. Я прошел еще несколько шагов к нему навстречу, а затем внезапно почувствовал сильную боль. Удар! Как будто кто-то со всего размаху ударил меня в солнечное сплетение. Я упал на колени и начал ловить ртом воздух, потому что дышать я не мог. Мое сердце начало отчаянно колотиться, словно сейчас его разорвет. А потом я услышал голос. Вернее, я даже не услышал. Я почувствовал его. И что непонятного в слове нельзя? Зачем ты приводишь сюда тех, кто быть здесь не должен? Откуда я знаю, кто тут должен быть, а кто нет? Хватая ртом воздух, отвечаю я. Мы уже несколько раз наглядно тебе это показывали. Но ты, видимо, тупой. И тебе нужно показать это так, чтобы ты наконец понял. понял. Да понял я, понял. Дай уйти, а. Ну ладно, я виноват. Они тут при чем? Да я их уведу. Хорошо. Ты можешь их увезти. Но с одним условием. Ты должен выполнить три моих желания. не я, а ты. Забавно, да? Давай уже говори, сказал я, вставая на ноги. Вот молодец. В общем, так. Ты должен оставить здесь дорогую для тебя вещь. Это первое мое желание. Ты должен сюда вернуться. И вернуться вдвоем. Вот с этим, которого ты зовешь лешим. Это второе желание. Ну, а третье мое желание это игра. Ты убегаешь, я догоняю. если ты убежишь, то ты убежишь. А теперь беги. Я стащил с головы свою любимую трофейную пилотку, положил ее на камень, и мы побежали. Туман буквально гнался за нами, оставляя узенькие коридоры света, по которым я и бежал. Бежал напролом, не разбирая дороги. За мной бежали и остальные. Я не знаю, что увидели или услышали они, но объяснять им было ничего не нужно. Мы убегали от тумана, а туман нас преследовал. Причем делал он это явно неохотно, как бы играючись, оставляя нам коридоры светлого пространства, с абсолютно голубым и солнечным небом. И мы убежали. Туман перестал нас преследовать где-то около Райтер-Альма. То есть мы бегом преодолели в районе 7 километров. Причем я бежал не по знакомой мне дороге, а по той, которая была свободна от тумана. Потом мы устроили привал, отдышались, пришли в себя и пошли домой. Шли мы молча до самого лагеря и каждый думал о своем. А через полтора месяца мы с Лехой вернулись обратно. Но это совсем другая сказка, которую я расскажу вам обязательно в следующий раз. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Редактор субтитров Корректор 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 Продолжение следует...